Поехали! Появились попытки создания каких-то диалоговых агентов, например, знаменитая Лиза и другие попытки. Затем это трансформировалось в системы, основанные на знаниях, всякие экспертные системы, которые позволяли по наборам правил отвечать на какие-то запросы пользователей. И последнее, потом это область, которая, в которой можно сегодня сказать, называется разговорным интеллектом. Это были диалоговые системы, интеллектуальные диалоговые агенты. И в последнее время все, что связано с созданием подобных агентов, которые способны обучаться на данных или используют какие-то компоненты машинного обучения. И вообще по общему тренду возвращения понятия искусственного интеллекта в научный обиход, потому что он был под запретом последние лет 20, возникло название разговорный интеллект. И, на мой взгляд, это одна из наиболее интересных областей сегодня в искусственном интеллекте. Почему? Потому что она как раз несет в себе вот тот дух того искусственного интеллекта, именно его сути в том, что задача ставится как интеллектуальное взаимодействие с пользователем. И здесь это не некоторые частные задачи, например, если мы посмотрим на задачи распознавания образов сами по себе, по отдельности, они являются, скорее всего, будут являться частью какой-то другой интеллектуальной системы. Если мы строим целостную интеллектуальную систему, то она должна сама взаимодействовать с окружающим миром. Это может быть какой-то агент, например, в игре или в виртуальном мире. И здесь основной подход это обучение с подкреплением. Или же, как в случае разговорного интеллекта, это агент разговорный, который общается с пользователем. И здесь важно, что этот агент не только должен как понимать, что пользователь сказал, так принимать решения, соответствующие ситуации, чтобы пользователь ответит, генерировать ответ. И таким образом здесь есть и то, что связано с обучением, с подкреплением, и потребность в обучении на лету, например, которое сегодня не очень еще развито. И есть то стремление, которое заложено в основании искусственного интеллекта, построить машину, которая приближается по интеллекту к человеку. Здесь мы тоже хотим построить некоторого собеседника, некоторого диалогового агента, который будет в итоге близок по интеллектуальности к человеку. Конечно же, эта цель еще очень далеко. Непонятно, невозможно сказать, когда такое произойдет. Но, по крайней мере, мы попытаемся понять, в каком состоянии мы сегодня находимся и как нам идти к этой цели, возможно. Почему сегодня эта тематика очень востребована? Давайте посмотрим на эти графики. Слева, значит, график. Здесь показаны активные пользователи. Оранжевые линии – это четырех наиболее популярных мессенджеров, а синяя линия – это четырех наиболее популярных соцсетей. Мы видим, что уже в конце 2014 года у нас число пользователей четырех наиболее популярных мессенджеров превысило число пользователей соцсетей. Что это значит? Это значит, что фактически у нас возникло огромный целый канал коммуникации между новой, которого не было раньше, в котором могут встраиваться и компании, и в котором пользователи могут общаться как друг с другом, так и с компанией. И это именно обмен текстовыми сообщениями. И здесь для текстовых сообщений те алгоритмы, которые в разговорном интеллекте используются, они как раз сюда тоже замечательно подходят. С другой стороны, если мы посмотрим на то, как происходило проникновение технологий, здесь показано, начиная с цветного телевизора, компьютер, интернет, смартфоны, социальные сети. И вот последний мы видим сейчас новый тренд – это умные колонки, смарт-спикеры. Это устройства, которые позволяют человеку дома общаться с системами, с одной стороны, возможно, умного дома, с другой стороны, узнавать какую-то информацию, новости, погоду и так далее, проигрывать музыку. Но также совершать и покупки. И это говорит о том, что мы видим такой очень бурный рост. И в США, например, уже более 50 миллионов таких устройств установлено. Понятно, что если при численности больше 300 миллионов, 50 миллионов – это уже очень существенная часть вообще домохозяйств, установивших подобные устройства. Это значит, что люди достаточно… Хотя для меня было удивительно, я, например, последние… Если бы пару лет назад меня спросили, я бы не сказал, что такие устройства будут особенно востребованными. Оказывается, нет. Ну, как бы… Люди предпочитают, им интересно общаться с такими устройствами и заказывать через них какие-то услуги. Это все значит, что существует огромная потребность такого рода технологий, которые бы позволяли бы автоматизировать взаимодействие с пользователями в таких каналах. Потому что понятно, что каждый человек хочет, чтобы к нему был индивидуальный подход, чтобы его конкретная задача была решена. Но компаниям нет возможности на каждого клиента, на своего, иметь, нанять большую такую армию службы поддержки. И поэтому, конечно же, хотелось бы это автоматизировать. Что из себя представляет типичный подход к построению подобных систем, используемый сегодня и пришедший из систем по автоматизации колл-центров? Это архитектура… Подобный подход был предложен, может, там, 30-40 лет назад. И последние 20 лет он используется в системах, как я сказал, например, бронирования по телефону или ответы на часто задаваемые вопросы. Он выглядит следующим образом. У нас есть пользователь. Пользователь, значит, есть некоторый его запрос. В данном случае пользователь спрашивает, какие комедии идут в выходные. Этот запрос попадает в некоторый модуль, который распознает содержание этого запроса. Natural Language Understanding модуль. Значит, что обычно… Какая информация извлекается из этого запроса? Первое – это некоторый домен. Что значит домен? Домен в данном случае – это заказ билета в кинотеатр. Затем распознаются намерения пользователя. В данном случае здесь намерения пользователя связаны с тем, что пользователь хочет получить информацию о определенных фильмах. И затем выделение некоторых сущностей. Это параметры намерений пользователя. То есть пользователь спрашивает о фильмах определенного жанра и на определенную дату. Значит, эта информация преобразуется в некоторую… записывается в некоторую формальную структуру данных, где у нас есть наш… который называется семантический фрейм, где у нас есть запрос пользователя и сущности, которые были распознаны. Этот фрейм передается в модуль управления диалогом. Значит, соответственно, что мы с этой информацией должны сделать? Ну, очевидно, что если у нас это не первая реплика, а у нас были какие-то до этого еще и реплики, то мы должны информацию о текущей реплике каким-то образом синтегрировать с теми репликами, которые у нас были до этого. То есть первое – это Dialog State Tracking. То есть мы должны эту информацию интегрировать как-то уже в ту информацию, которая у нас о диалоге содержалась. То есть у нас есть некоторый набор переменных или атрибутов, которые описывают диалог в нашей области. И мы полученные значения записываем и как-то интегрируем в то представление о диалоге, которое у нас уже на данный момент имеется. Затем это представление о диалоге передается в модуль политики. Это тот модуль принятия решений, который по вот этому формальному описанию ситуации генерирует некоторые действия. В данном случае это запросить местоположение пользователя, потому что эта политика понимает, что для того, чтобы ответить корректно на запрос пользователя, нужно запросить его местоположение, потому что если эта система рассчитана, например, на работу в большом регионе, количество фильмов очень большое, и выдача будет неадекватна запросу. Это действие поступает в модуль генерации ответа на естественном языке, и система генерирует запрос, возможно, к шаблону, где вы находитесь, чтобы на следующем цикле диалога уже ответить на, решить задачу пользователя. Это традиционный подход, и при его реализации обычно используется вот в этом модуле диалог менеджера, в модуле поведения принятия решений, а он обычно в стандартных системах реализовывается на правилах. Вот здесь вот такая блок-схема правил и описание сценариев для, там, это одна десятая часть некоторой реальной системы, и, конечно, понятно, что когда мы начинаем наращивать нашу систему, достаточно быстро мы упираемся в сложность этого подхода, нужно называть его там rule-based, подход, подход основной на правилах, и дополнение этой системы, ее поддержание, оно становится экономически невыгодным. Как можно с этим бороться? То есть у нас есть, с одной стороны, запрос на то, чтобы автоматизировать и строить разговорных агентов, разговорные системы, а с другой стороны, у нас технология, которая существует, она достаточно ограничена. И мы хотели бы понять, может ли какая-то технология, которая сегодня существует, решать эту проблему лучше. Здесь, очевидно, все вы понимаете, что на такую технологию сегодня претендуют глубокие нейронные сети. Здесь на графике показана, как падала ошибка распознавания классификации изображений по годам, а здесь число слоев, которые использовались в нейросети для того, чтобы эту задачу решать. Мы видим, что ошибка значительно упала, начиная с 2012 года, когда нейросети впервые были использованы, вернее сказать, впервые дали лучший результат среди всех алгоритмов на этой задаче. И сегодня нейросети лучше, чем человек, распознают картинки, а число слоев в сети, может быть, больше, достигает больше двухсот. Это ансамбль моделей определенной архитектуры, просто как бы натренированных. Я как бы не смотрел конкретно эту работу по компьютеру Vision, нужно просто посмотреть. Скорее всего, там одна архитектура, просто натренирована несколько по-разному, да. И поэтому потом ансамблируется результат обучения одной и той же архитектуры. Ну да, это нужно смотреть статью. Кто из вас не знает, что это такое искусственные нейронные сети, формальные нейроны и так далее? Или кто знает? Я могу тогда пропустить этот слайд. Не все, я смотрю, подняли. Давайте я вкратце расскажу. Идея какая? Что вот эти вот алгоритмы, основанные на нейросетях, они пытаются смоделировать то, как работает нервная система. И фактически, вот здесь вот справа нарисована схема, модель формального нейрона, а слева такой как бы скетч, то, как выглядит там пирамидальный нейрон в каре головного мозга. У нейрона есть некоторый набор входов, это те сенсоры, которым эта клетка нервная чувствует другие клетки. Есть тело клетки, есть выход клетки, это отросток клетки, через который она может послать сигнал другим клеткам. То есть что происходит здесь? У нас клетки выбрасывают друг к другу химические сигналы. Здесь видите такие точечки черные, это синапсы. Соответственно, этот химический сигнал выбрасывается в районе синапса, он попадает на мембрану нейрона, в мембрану встроены специальные молекулы, которые называются рецепторы. Эти рецепторы, они умеют распознавать тот или иной химическое вещество. Когда они это химическое вещество распознали, они открывают каналы, определенные в мембране клетки, которые позволяют изменить потенциал на мембране за счет того, что ионы начинают перемещаться из внеклеточного пространства во внутриклеточное. И это приводит к тому, что потенциал начинает локально распространяться по дендритному дереву, затем эти потенциалы суммируются вот здесь вот на дендритном холмике, и если потенциал превышает некоторый порог, то нервная клетка генерирует потенциал действия, который уже распространяется по аксону, по выходу клетки, и приводит к тому, что выбрасывается химическое вещество на те клетки, которые находятся на следующем этапе обработки информации. Соответственно, если мы попытаемся это смоделировать, то мы приходим к такой схеме. Вот смотрите, у нас х1, х2, х3, х4, х5. Это что такое? Ну, чему это соответствует в биологической модели? Нет, еще раз. Веществу. Да, то есть это объем нейромедиаторов. Грубо говоря, если вот на данный синапс попало 0, то х1 будет равно 0. Если на какой-то синапс попало 10, да, ну или, не знаю, там, 1, то х5 будет равно 1. То есть это у нас как бы вектор всех объемов нейромедиатора выброшенного. Значит, дальше. Что такое W1, W2, W3? Да, то есть это фактически, ну, как бы, а с точки зрения биологии, это что такое? Синаптическая связь чем определяется? Как это можно проинтерпретировать? А? Нет, не порогом. Нет, сила сигнала у нас уже Х. Подождите-ка. Толщина? Ну, как? Как? Нет, как клетка распознает это химическое вещество? Да, значит, что такое W? Ну, да, число рецепторов, грубо говоря. Если рецепторов для данного вещества 0, то сколько бы мы на эту клетку не лили какого-то химического вещества, она ничего воспринять не сможет. Если этих рецепторов много, да, чем больше их, тем, грубо говоря, лучшая клетка может почувствовать вот этот сигнал. Ну, и мы что делаем? Мы берем объем этого вещества, перемножаем на некоторую относительную величину, которая соответствует там числу рецепторов. И таким образом мы получаем, какое влияние, какой вклад данный вход, данный синапс оказывает на суммарный потенциал. И так мы делаем для каждого синапса. Здесь происходит суммирование, фактически это суммирование вот на этом аксонном холдике. И затем у нас есть этот потенциал, который, порог, который мы хотим преодолеть. Он, значит, соответственно, есть здесь в виде некоторого коэффициента. То есть вот наша формула, мы перемножили веса на входные объемы, просуммировали это все, потом вычли какой-то тот потенциал, и потом взяли нелинейное преобразование, потому что наш нейрон, он как бы может и не сработать, пока порог не переден. И мы вычислили выход нашего нейрона. Да. Вот такая примитивная модель. Удивительно, что на основе нее можно строить такие замечательные алгоритмы, которые позволяют классифицировать картинки. Ну, соответственно, затем мы это объединяем. В простой нейросети у нас есть вот это входы, это скрытый слой и выходной слой, который соответствует... То есть входы задают условия задачи, а выходы задают решение задачи. И нейросети, то есть в чем как бы основное отличие нейросетевых алгоритмов от стандартных алгоритмов, в стандартном алгоритме мы что делаем? Мы описываем последовательность действий, которую нам нужно предпринять, чтобы решить задачу. Да, например, если это задача распознавания образов, мы описываем, что если у нас есть вот такие-то признаки, Например, или мы выделили такую-то границу То мы в связи с этим можем посчитать, что вероятно там находится тот и тот Неверсети значительно упрощают работу человека, программиста, инженера Они говорят, мы не будем сами придумывать алгоритм, как нам нужно Как мы будем искать кошечек или собачек или машинки на картинках Давайте у нас просто есть много примеров, уже размеченных, на которых мы знаем Эти картинки с кошечками, эти картинки с апельсинами, а эти с бананами И то мы просто можем на примерах Вход это у нас все пиксели нашего изображения То есть все яркости для каждого канала изображения А выход это те классы, на которые мы хотим классифицировать И мы будем просто подавать на вход, как условия задач нашей картинки И зная правильные ответы, так оптимизируем веса между нашими нейронами Что будем максимизировать вероятность правильного ответа И вот используя некоторые алгоритмы обучения Классический алгоритм обратного распространения ошибки Или стахастический градиентный спуск Когда мы используем вместо одного примера набор примеров Мы можем, соответственно, так подобрать параметры Распространяя нашу ошибку от выходного слоя Ну понятно, что если мы сначала случайно инициализировали эти веса То и выход нашей сети будет случайен Да, она никакого правильного ответа не будет давать Наша задача так подобрать веса, чтобы она выдавала правильный ответ И если мы таких скрытых слоев сделаем много То нейросеть называется глубокой, потому что там много слоев В этом смысле сам термин по себе глубокое обучение бессмысленный То обучение не глубокое, а это обучение глубоких нейронных сетей, скажем так Но так как проще произносить диплёнинг То диплёнинг диплёнингом так и стал Но вот с той архитектурой, которая изображена на этой картинке Есть такая проблема, что если мы применим её к задаче Когда мы хотим предсказывать какую-то последовательность А как раз для нашей школы и для задач построения диалоговых систем Для задач работы с языком наиболее интересна задача по предсказанию последовательности То непонятно, как выбирать размер этого входного слоя Потому что последовательности у нас могут быть разной длины И хотелось бы иметь такой алгоритм, который бы с этим работал Потому что здесь, если у нас какие-то выходы, входы Всегда определяются только тем, что подано на вход У нас в сети нет никакой памяти То есть она такая, в ней отсутствует внутреннее состояние Каждый раз состояние всех внутренних нейронов зависит от состояния всех нейронов предыдущего слоя Чтобы внести в модель память Чтобы она помнила, если мы этой нейросетью двигаемся по последовательности Чтобы она помнила события, которые были раньше Нам необходимо сделать следующую вещь Это основной прием, который применяется Здесь слева это сеть прямого распространения XT это наш входной вектор А это некоторые слои нашей нейросети И HT это выходной вектор Соответственно, мы что можем сделать? Мы можем просто взять И внутреннее состояние вектора HT На предыдущий момент времени HT-1 Подать самой сети на вход Сконкатинируя его, совместив его с вектором Который пришел на вход в этот момент времени одновременно Таким образом, мы как бы Сеть сама себе передает свои прошлые состояния И это потенциально открывает возможность Что сеть может запомнить Скажем так, сколь угодно долго Историю своих собственных активаций На самом деле Эту нейросеть можно свести К сети прямого распространения Потому что если у нас было конечное число шагов То в принципе мы можем Вот эту обратную связь развернуть И представить нейросеть как Что в момент времени X0 Это у нас сеть прямого распространения В момент времени XT Мы имеем XT-вход И вход от своих собственных скрытых состояний Генерируем HT Это подаем на вход на следующий такт Добавляем сюда новый вектор Текущего состояния задачи Таким образом, у нас получается Вот такая глубокая сеть Глубина которой равна тому числу шагов Которое прошло с момента запуска этой сети Давайте попробуем применить Эту нейросеть к задаче моделирования Последовательность В данном случае это задача Последовательности Моделирования последовательности символов Я не знаю, может вы слушали какие-то мои лекции Для вас это будет спойлером Вы знаете этот кейс Но я все равно его расскажу Потому что он у меня приятные эмоции вызывает Так как в 2015 году Когда мы вот эту модель запустили У меня было бы очень большое Как бы удивление В положительную сторону от того, что получилось Потому что Я, конечно, ожидал гораздо худшего Честно говоря То есть смотрите, как выглядит решение У нас есть входное Последовательность В данном случае мы берем Символы Берем 100 символов Для каждого символа мы представляем В виде некоторого вектора И подаем их на вход Первого слоя нашей сети Которого мы можем условно назвать энкодером Затем мы скрытые представления Сгенерированные нашим энкодером Передаем на второй слой нашей нейросети Который мы можем назвать декодером И это скрытые представления То есть мы закодировали Последовательность символов Некоторые скрытые векторные представления И затем декодер Он его декодирует В последовательность символов Предсказывает следующий символ Нашей последовательности То есть что мы делали Мы брали 100 символов на русском языке, потом при помощи, обучали нейросеть предсказывать 101, потом как бы сдвигали на 1, да, этот новый символ добавляли в нашу последовательность, предсказывали следующий. Вот. Таким образом, сначала мы взяли много-много данных, это 10 миллионов слов из open subtitles, из субтитров к сериалам, и вот просто тупо начали обучать, предсказывать следующий символ. Из тех, кто не знает про результаты, которые там получились, кто-нибудь может сказать, как вот он ожидает, насколько хорошо нейросеть сможет с этой задачей справиться, то есть как бы, ну, то есть, чтобы вы понимали, как бы, сможет ли она генерировать какие-то осмысленные слова длиной больше трех или длиной больше пяти, сможет ли она, то есть насколько часто она будет делать опечатки, у кого какие прогнозы, кто-то может сказать? Не, ну да, но вы не знаете, вот сейчас, вот как, чего бы вы ожидали, ну, а как, ну, а какой длины эти циклы, например? Давайте шестнадцать символов, и шестнадцать слов. Слов. И цена по контексту должна по символу регулировать следующий слов. Следующий символ. Ну, то есть, потом этот символ... Следующий символ, потом... Смотрите, как мы работаем. Мы задаем входную последовательность, а потом она начинает по символам предсказывать. Она оптимизируется на вероятность предсказания следующего символа. На корпусе субтитров. На корпусе субтитров. Да. Ну, видно, что человек уже подготовленный пришел. Ну, на самом деле, я как бы тоже ожидал, что, скорее всего, что сеть будет генерировать там, ну, какие-то короткие слова там, типа из трех-пяти символов, наиболее вероятные слова, и, скорее всего, они будут повторяться там, ну, максимум там, ну, три-четыре слова она будет говорить, а потом будет зацикливаться и генерировать какие-то последовательности символов, повторяющиеся, или какой-то трэш. Но оказалось гораздо интереснее, что... Вот здесь пример диалогов. То есть, как это выглядит. Мы подаем на сети на вход последовательность символов, здесь ты глупый, да, перевод строки, и она начинает по символу генерировать, и мы подаем и сдвигаем. И видно, что, во-первых, она, ну, достаточно интерпретируемые ответы выдает. Какой чудесный вечер, не правда ли? Она отвечает, ты действительно думаешь, что я буду помнить об этом? Мы можем очень хорошо интерпретировать это, сказав, что сеть действительно, смотрите, какая умная. Она... Хотя мы ей ничего не говорили о том, что нужно что-то запоминать, но все равно подразумеваемый, ну, как бы, здесь есть такой скрытый смысл, что если вечер чудесный, то чудесное что-то обычно человек запоминает. И поэтому сеть отвечает, ты действительно думаешь, что я буду помнить об этом? Ну, вот есть такие, как бы, более бытовые, вот, ты дура, так почему тебе не все равно? Я не знаю, кто это чатился, это мы сделали небольшую, как бы, веб-формочку. Человек, потому что мне с тобой жить. Я не знаю, как бы, кто собирался жить с этой нейросетью. Ты совсем не такой. Ты обидел Сугу? Ну, то есть, как бы, ну, вполне такая, как бы, похожая на реальный диалог. Вот, например, такие сложные философские вопросы. Забавно, но ты всего лишь программа и никогда не сможешь мыслить. И ответ, конечно, запятая, дело в том, что сейчас не лучшее время. Ну, то есть, как бы, видно, что еще и там какой-то современной политической ситуации может вспоминать. Шутка. То есть, на что здесь следует обратить внимание? Субтитры. К сериалам. Длилось, ну, три недели, если на GPU. Там, я не помню, 10 эпох, что ли, по всему этому корпусу. На одном GPU. Это было на одном GPU. Это было в 2015 году. Соответственно, на что здесь стоит обратить внимание, что, во-первых, смотрите, здесь все на русском языке написано без ошибок, со знаками припинания. Хотя, ну, как бы, изначально там не было никакого словаря, никаких грамматических правил, то есть, как бы, сеть построила модель языка фактически по символам. Вот. И это вот такой подход, где у нас мы по текущему состоянию сети предсказываем следующее. Более сложный набор моделей, связанных с обработкой естественного языка неросетевых, заключается в том, что мы переходим от предсказания только следующего члена последовательности к предсказанию, под, как бы, некоторой последовательности, которая должна быть ответом на текущую реплику. Например, здесь видно, что у нас есть на примере смарт-реплайн, может, вы видели, что в ГМЛ он вам предлагает ответы на почту, и там работает под схожий алгоритм, что у вас есть набор входной последовательности токенов, слов и знаков припинания из исходного предложения, затем вы получаете какое-то скрытое состояние, и из этого скрытого состояния сеть генерирует сразу же весь ответ. То есть, что здесь важно, она, как бы, не каждый раз предсказывает следующее, она сначала получила на вход всю последовательность, преобразовала ее, и уже потом начинает, стартуя с этого скрытого представления, генерировать ответ, уже, как бы, не обращаясь вот к этой всей истории. Этот называется sequence-to-sequence или sec-to-sec модели. Соответственно, здесь у нас есть энкодер, точно так же, как в предыдущем случае, который сворачивает нашу входную последовательность, отображает ее в какое-то скрытое векторное представление. Вот эти вектора собрались, последнее векторное представление подается в декодер, и декодер генерирует ответ. Следующий шаг к усложнению таких моделей – это модели, которые используются, в частности, например, в машинном переводе от Google, который сейчас, ну и у Яндекса, называемая архитектура энкодер-декодер с вниманием. Что у нас здесь изменилось по сравнению с предыдущей архитектурой? У нас есть точно так же энкодер, да, но теперь, как бы, задача ставится как? Что у нас есть набор слов входного языка и набор слов в предложении на целевом языке, куда мы переводим. Соответственно, для каждого слова при помощи энкодера мы получаем некоторые скрытые представления, имбеддинг этого слова, и затем мы используем не только последнее или суммарное скрытое представление для всех слов, а используем, как бы, полное описание всего предыдущего предложения и начинаем декодировать, то есть генерировать слова на целевом языке. При этом мы взвешиваем каждое слово исходного предложения в зависимости от того, какое слово мы сейчас переводим. И для того, чтобы взвесить, как раз используется некоторая, обычно это нейросеть, которая получает на вход то слово, которое мы сгенерировали в предыдущем, последнем в переводе, и его имбеддинг, имбеддинг всех слов исходного предложения и взвешивает их по тому, насколько они будут важны для перевода следующего слова. Потом с этими весами мы как бы суммируем все эти представления, получившийся вектор, мы подаем на вход декодера. Здесь вот показано, как это работает, то есть мы сначала кодируем всю входную последовательность, потом вот эти вот веса, да, говорят нам о том, какую важность, какие слова имеют для перевода вот этого замечательного высказывания с китайского на английский и знания и силы. А это то, как это реализовано уже в продакшн, в индустриальной системе. Мы видим, что энкодер здесь это 8 слоев, 8 рекуррентных слоев на входе, каждый слой запущен на отдельном графическом ускорителе для того, чтобы все это работало быстрее. В декодере у нас тоже 8 слоев с блока внимания и уже мы генерируем ответ. И это сложная архитектура, достаточно которой уже сегодня показала свои применимые к задаче обработки естественного языка. Давайте теперь посмотрим, как мы можем вот эту архитектуру, которая используется в машинном переводе, энкодер-декодер с вниманием, применить для диалоговых систем. Но если вот мы вспомним вот ту систему, которую я вам показывал в начале, где у нас есть блок понимания запроса пользователя, фактически он очень похож и соответствует энкодеру в машинном переводе. То есть это некоторое отображение реплики пользователя, вскрытое состояние, которое нам облегчает задачу генерации ответа. Затем у нас есть в модели энкодер-декодер с вниманием память о всех токенах исходного предложения. Здесь эта память фактически представляет нашу память об истории диалога. То есть мы можем сказать, что это аналог диалог-стейт-трекера. То есть вот той структуры, если мы ее будем рассматривать не как семантический фрейм, а как бы некоторого скрытого представления семантического фрейма. Соответственно, часть декодера и механизм внимания, они организуют то, что называлось полиси, модулем принятия решений в классической диалоговой системе. Так как она взвешивает историю и, исходя из наиболее релевантных элементов истории, генерирует ответ на текущий запрос пользователя. Ну и как генерация происходит в декодере, это отвечает части Natural Language Generation. Вопрос. Как вы думаете, вообще задача диалога, ведения диалога, она сложнее или нет, чем задача машинного перевода? Хорошо. Спасибо. В переводчике что все есть? Да, то есть как бы основная сложность диалога в том, что если в переводе, простым языком говоря, у нас смысл, предложение должен сохраниться. То есть смысл один и тот же, мы его просто другими словами записываем. А в диалоге возможных вариантов ответа, которые являются валидными в данном диалоге, их может быть гораздо больше. То есть тут смысл один, а смыслов правильных ответов может быть несколько. И поэтому сложнее построить систему, которая будет из контекста выдавать именно тот ответ, который имеет тот смысл, который и нужен пользователю в данный момент. И для этого нужна, там вот то, что я говорил раньше, например, то, что вы говорили, модель мира. То есть зачастую, когда, если мы посмотрим на то, как службу поддержки консультирует человека, то она, оператор поддержки, он руководствуется какими-то общими знаниями о мире, не только о конкретной предметной области, но и о мире в целом. Он может по контексту, даже из нескольких слов человека, понять ту ситуацию, в которой он понял, и дать ответ. И вот все возможные ситуации, их очень сложно заранее предусмотреть и заложить какой-то кусок модели мира в агента. Это не так просто. Это не так просто. В смысле? Ну, вы вводите, пожалуйста, предложение, а это тексты... Одно и другое предложение может быть сейчас на разных темах. Вы говорите, что вы переводите по математике, но они не входят, и имеют технику, а так в принципе может быть. И если вы рассматриваете предложение как бы вне контекста, то в принципе там есть некоторая неоднозначность, которую, возможно, вы не можете разрешить, не имея других предложений. Но эта неоднозначность гораздо ниже, чем в диалогах. В общем, ответ такой. Если все так замечательно, и мы можем отобразить нашу диалоговую систему на нейросетевую, то что получится, если мы попробуем все эти части, вот той модульной диалоговой системы, которая была на первом слайде, представить в виде отдельных подсетей, и все это вместе объединить. Вот здесь показана работа, где такую попытку как раз сделали. То есть у нас есть некоторая подсеть, которая распознает намерения пользователя. Выход у ней фактически – это некоторое скрытое представление того, что пользователь, какую задачу он решает, что пользователь хочет получить в результате данной реплики. Отдельная подсеть, она соответствует одновременно той части НЛУ, которая распознает сущности и также совмещает в себе диалог State Tracker. То есть что она делает? Она делает… У нас есть атрибуты, есть значения этих атрибутов, то есть словари, и она вычисляет вероятность того, что данное значение из атрибута было в запросе пользователя. Соответственно, здесь показано, человек говорит «can I have» здесь мы заменяем «vFood» распознается как некоторый тег, который говорит название кухни, тип кухни. И тип кухни распознается здесь вероятностью по возможным типам кухни вот этой подсетью, которая говорит, что корейская с вероятностью 0,7, бритиш 0,2, английская, французская 0,1. Соответственно, этот вектор вот этих вот вероятностей, вектор интента, и также маска из базы данных, здесь вот эта маска, она строится на основе наших распознанных сущностей, подается уже в сеть, которая управляет принятием решений, и эта сеть генерирует ответ. Она, значит, вот из этого входа отсюда берет тег, который соответствует названию ресторана с такой-то кухней, полученной отсюда, и в данном случае это где-то, какое там было, Little Seoul, называется ресторан. Раз кухня корейская, значит, ресторан должен быть корейский, Little Seoul. И генерируется ответ. Соответственно, Little Seoul идет, вот сюда заменяет, тег венейм заменяется на Little Seoul, он говорит, Serves Great и корейская Korean Food. То есть, как бы, ответ заключается в том, что наша сеть ответила, что такой-то ресторан готовит отличную корейскую кухню. Но есть тут какие-то правила, как он будет соотносить выборные из маски. Тут, видимо, какой-то есть темп, ну, как бы, он обучается генерировать, подбирать последовательность. Сущности, те, которые у него есть, выбирать из всех возможных атрибутов, больше, меньше, он сам принимает решения, какие он ставит в выходные последовательности. Это же универсеть. Здесь какая-то бизнес-логика, видимо, заложена, что он выбирает, например, всегда максимальный или два, или три. Фактически это одно с другим связано, потому что есть атрибуты, у них есть значения словарные. Фактически мы берем их, как бы разворачиваем все и мы говорим, для какого атрибута какое значение наиболее вероятно. И наиболее вероятно и берем. Не, здесь по генерации, по токенам. То есть тут есть слова, и он из слов собирает ответ. Не по символам. По символам я не встречал, чтобы вот такой задачи применяли, потому что, по словам, быстрее обучается и как проще задача. Вот. Соответственно, когда было сравнили вот такую систему с системой, построенной на правилах, смотрите, какие получились результаты. Если мы посмотрим на субъективный успех, это как бы система бронирования столика. Субъективный успех у модульной системы 95%, у нейросетевой почти 97%. То есть всего на 2% лучше эта система решает задачу. В принципе, такая система на правилах тоже достаточно хорошо эту задачу решает. Но смотрите, среднее число реплик, за которые решается задача, для модульной системы 4,5%, а для нейросетевой 4%. То есть, грубо говоря, у нас достаточно существенно на пол реплики в среднем быстрее система решает задачу. Ну и понятно, что это оптимально с точки зрения взаимодействия с пользователем, потому что больше пользователей за одну и ту же единицу времени можешь обработать. Также, если мы сравним то, насколько, как человек воспринимает естественность общения, здесь, ну, всякие субъективные впечатления от диалога, разные параметры, то мы увидим, что нейросеть, нейросетевая модель в два раза лучше, чем модульная. То есть, нейросеть обучилась из данных, диалогов размеченных, отвечать более естественно, чем система направила. Ну, как бы, это значит, что в целом, если посмотреть, то эта система работает быстрее и более естественно отвечает. Что мы можем сказать, подводя итог вот к текущему состоянию этой области, области разговорного интеллекта? Мы видим, что у нас сейчас происходит бурное развитие благодаря тому, что у нас есть глубокое обучение нейросети, которые совершили революцию в задачах НЛП. С другой стороны, у нас есть много достаточно данных, на которых мы можем обучаться, или мы можем достаточно легко эти данные получить для многих задач, не для всех, но для многих. Какие сегодня существуют решения промышленные в данной области? Они в основном гибридные, сочетают в себе некоторые правила и паттерн-мэчинг, это как бы подавляющее большинство чат-ботов, которые сегодня используются. Часть из них совмещает это с классическим машинным обучением и очень мало используют глубокие нейронные сети. В основном, это какие-то исследовательские проекты, которые построены полностью на этом подходе. Но большинство, это некоторый гибрид из этих компонентов. Мы видим, что возникает много диалоговых агентов, у которых есть много навыков. Если мы посмотрим на те же самые персональные ассистенты в телефонах Siri, Google Now, Amazon Alexa в колонке, то они могут решать несколько задач. Эти задачи обычно называются навыки или skills. и фактически наш диалоговый агент сочетает в себе различные навыки. И если раньше обычно говорилось, что у нас есть какой-то диалоговый агент для какой-то узкой задачи, то сейчас востребованы и строятся диалоговые агенты с набором навыков. И мы видим, что, конечно же, идет тренд в области того, чтобы заменять блоки этих систем диалоговых на нейросетевые. В идеале, который неизвестно, когда достижим, хотелось бы иметь такую систему, которая на диалогах бы сама обучалась полностью, выстраивала бы всю бизнес-логику, например, в приложении и решала задачу поздно. И это была вводная часть про состояние разговорного интеллекта, а теперь как раз про проект Ай-Павлов, который реализуется в нашей лаборатории. Здесь такой небольшой кусок кода определения проекта Ай-Павлов в таких общих абстракциях, что это, если мы на вход проекта Ай-Павлов подаем таланты и идеи, мы делаем ресерч, который является произведением талантов на идеи, а в результате, подавая этот ресерч в разработку, мы получаем систему искусственного интеллекта разговорного, которые должны стать результатом нашего проекта и который мы сейчас генерируем. А? Ну, посмотрим, что выйдет. Значит, как я уже говорил, этот проект назван в часть Ивана Петровича Павлова. Он финансируется в рамках национально-технологичного заставляет au на ửа и в Субтитры создавал DimaTorzok 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 Здесь первое, что мы можем Мы можем обучить нашу модель Классифицировать входящие запросы И автоматически переправлять на нужный специалист Второй Кейс применения Это когда мы можем на основе истории диалога Сформировать Отранжировать все возможные ответы На текущий запрос пользователя Потому, поскольку они Наиболее вероятно являются ответом на турец В смысле, с истории, как оператора выключают Есть текущий запрос Мы строим модель, который Бывает, что Из истории Такой типичный ответ Он является наиболее вероятным ответом В большинстве диалогов, которые были использованы И мы можем в базовом варианте рассматривать Как суфлер для нашего оператора То есть оператор Выдаем возможные ответы Оператор либо быстро если в чате Выбирает ответ И посылает его пользователю Либо зачитывает Любое действие И флос Это К тому же мы экономим время Оператора на отрасли Ответа На вопрос Ответ Очевидно, что если у нас В нашем отранжированном списке Варианты последователей Есть какие-то ответы Которые Мы с очень большой Уверенностью предсказываем Что они Должны Мы можем автоматически отправлять Сразу Нашим пользователям Если У нас нет Такой суфер верности То есть И это Можно использовать Для того, чтобы Дособрать данные И Нашу систему Постепенно Повышая Число Тех вопросов На которые Система Постепенно Технической Постепенно Которые Найти В нескольких Обзаках Ответ На Вопрос Если Он существует И мы Можем использовать Для помощи Оператору Технической На Технической Технической Мой Рассказ О Технической Технической Библиотека Была В феврале 1 февраля Этого Года И сегодня Ну вы Познакомьтесь Библиотеки Да? Библиотеки И Фактически С этим Много Много Классных Моделей Которые Но Пока Не так Много Еще Частей Которые Которые Позволяют Все эти Модели Увязываются Церковные Диалоги Здесь Как раз Мы надеемся на вас Что вы Приложив Свой опыт И Свои знания С нашей Помощью Пытаетесь Собрать Агентов Из этих Моделей И Ваши Покупки Позволят Нам Снизить Борьер Кузы Нашей Библиотеки И Улучшить Ее качество С точки зрения скорости Работы Ну а также Всех вас Призываем Использовать Будущую Нашу библиотеку И присылать нам Обязательно На свои комментарии Говорить о том Что там Не работает И постараемся Все Сейчас Давайте сделаем так Что Ольга Кайрова Она в нашем проекте Отличает за бизнес-девелокин Скажет Ваши 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 Мы Обеспечены Тансалтинг Для Разработчиков По Компонентам Типаблова Для того, чтобы Использовать Соответственно Мы Работаем Также С бизнесом Изучая Запросы Рынка На Диалоговых Системах И Часть Этого Запроса Мы Пробуем Реализовать Сами Для того, чтобы Видеть Основные Масштабированные Кейсы Которые Нужны Бизнесу И Соответственно Паплова Создавать Тот Целетарь Которым Нужен Для Решения Кейсов На самом деле Основная Наша роль В том, чтобы Мотивировать Разработчиков Диалоговых Систем Решать Эти Решать Эти Запросы Бизнеса Используя Современные Инструменты В частности Те Которые Диалоговые Системы Поэтому Я Призываю Если Среди вас Есть Те Кто Делает Диалоговые Системы Диалоговые Системы Диалоговые Того Чтобы Имлайн С Научным Развитием Инструментария И Плюс Мы Будем Держать Вас в курсе Закросы Рынка И Если Вы Приходите Решение Отчасти Сделать Антихвалов Мы Будем Поддерживать Эти Кейсы Мы Будем Показывать Что Можно Делать Антихвалов И Максимально Антонизировать Поэтому Мы Стараемся В Поддержке Тех Кто Использует Новейшие Новые Заметки Поэтому Всем Займем Спасибо А у вас уже есть какие-то интересы? И У У У